Дорога, кафе. Да? А машус? Дорога, кафе. 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 Кафе. Дорога, 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 кафе. Это очень много для меня, но здесь и экземптия этого дистанта, потому что и Бунинг был уничтожен на фронте. Практически, после 9 лет, он уничтожен в доме, где 3 женщины ждут. Или, наверное, 2 женщины и 1 ребенок. 2 женщины и 1 ребенок. Бунинг был уничтожен на фронте. Да, да. Бунинг был уничтожен на фронте. Он не знает, что произошло с ним. Но тата уничтожен на фронте. И тогда я познакомился на фронте. Уничтожен 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 на фронте. В этом случае, как вы понимаете, как вы понимаете, как вы понимаете, как вы понимаете. Я так ждал момента, так как я не восприниму, что я не восприниму. Это был очень очень эмоциональный момент для него, для мамы и для мужа. У нас есть несколько слов, но я так insist, что я скажу мамы, которая была очень молодой женщине. Было, наверное, годы в которые она чувствовала, и может быть, даже, и у меня есть ритualы, я думаю. Я знаю, что это было очень долго, очень долго ждать, и не знаю, что случилось с ним действительно, если он будет уйти или нет. И я был в том, что у нас был очень тяжелый период, я не знал, в 1942, вы знаете, что это произошло, исторически говоря, и какие драматические события происходят в этот период. Это очень тяжело, которые не очень тяжело были, вы знаете, что вы у нас дети из войны, и после этого вы получили у нас в плене полноэтипатизм и в дождьху очень сильной романтии, в которой вы были болезни, болезни, коммунисты. И, в то же время, вы садитесь? Да, вы садитесь. У меня есть очень хорошие профессори, которые очень много занимались, и я уверен, что я думаю, что это было бы очень много, и я думаю, что это было бы очень много, но это произошло, и так много времени, как вы думаете, что я помню все эти вещи, И я зависел от того, что произошло с моей семьей, с моим дателем, с мамой. Это было очень тяжело. Но, счастье, я был ребенок. И мои родители очень любили меня. Субтитры лето, я был очень большим. Довольство в душе лето. И мы чувствуем, что мы с вами душе, потому что, дням в этом моменте, для вас, которые мы с вамиodим, как мы писали, Мирча Морарио, они сказали мне, что вам душе, Эта карта, которая вы dedicает, еще один декенний, эта монография, студия, очень авизация, с иной Марьяна Михуц, это фильм в котором кто-то гасит что не было в течении declarацией ваших, в модестие, в каком вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы. А вот здесь есть много повесел, и есть еще эта счастья в моментах, как говорится, в том числе, в том числе, была вне грит Наляя Домбовица, где стоят кандидатии к актовой. Да, там, 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 мариану Михуц. И, а-а-а, в первую, у двух поезий, у Машбук и Да. У нас был очень рад, очень счастливый, и это был подарок, который я получил. И школа была очень счастливой период, в жизни у нас все равно. Может быть, у вас в этой стране полейтой, в которой были Иргилу Гошану, Родика Мандаке, Думава, Карамитру, Валерия Сечиу, Мирча Андрееску, НОДОМНИ. Ищите... Адико, как говорится, тоатъя флоара циавестита. Тоатъя флоара циавестита. Де 50 дни в коаче не-ам tot букурат, как и как нам фи меритат тоту. Меритам, мы, оре, отыта кинь и отыта сплэндоаре? Эй, как? 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 Валерия Сечи, Валерия Сечи, Валерия Сечи, Валерия Сечи, НОИ ЧАР АММЦИТ, ПОРТЕ СЕРИОС, ТОТА ГЕНЕРАТЬЯ МЕА, ТОТСи АУ, СОЛУАТ ПРОФЕСИА ФОРТЕ НА СЕРИОС. СЩИ, ВАЮ СА ВАСПУН, СЩИ, ВАЮ СЧАН, ЧАН, и мы обращались по всей нашей работе. И мы это все время все так. Возможно, мы бы не могли бы уходить на голову, как была Россия, как у нас была в России около 30 лет, вы были уверены, как у вас все равно, вы могли бы благодарить вас? И теперь вы сказали, и вы получили дверь из-нашельника супругой мунчалии! Я работал очень много, особенно после Революции, потому что многие режиссеры отдыхали. Я работал с Андреем Шерман, с господом Пургарете и с Раду Пенциулеску. В результате мы должны быть в Мик Дежун, чтобы мы их обозначили. Потому что у них очень много, два варианта, в которых, что мы говорим, если мы все это делали, то мы думали, что мы в школе, и я подумал, что это было бы, и потом я задумал, что я жалю в пырине, а не у мужчин, а не у женщин. Я принимал, как обычно, от Луциан Пинтилия, для всех моих важных ролей, в последнее время в последнее время. Я спросил его как мне было спектакля, и он пришел в виду спектакли, которые я и я, и Виктор. Виктор 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 и мы общаемся, мы были друзьями. И его мнение зависит от имензий, потому что я работал в спектакле «Ревизор», как режиссор, Луциан Пинтилия, и фильм «Доге траг клопоте леомитика». И для меня его мнение зависит от имензий. Да. Иван Пинтилия «Ревизор» «Ревизор», «Ревизор», «Ревизор» «Ревизор», 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 «Ревизор» иwwиста «Ревизор», «Ревизор». 收看 Фанта «Ревизор», «Ревизор», «Ревизор» Еще рассказ, как говорили о начале. Но что я хочу, чтобы выяснить сейчас, это был вопрос, который выяснили, когда выяснили, когда выяснили, что если выяснили, или, наверное, три представления с Гогол, в регио Пинтилея, не были обраны, которые были сказаны от communists, даже, в то время, что легенды говорили, в то время, когда они были сданы по сцене от Амбасада России, но я не думаю, что это вероятно. Нет, я не думаю, что это вероятно. Я не могу сказать, сейчас, в момента, в дискуссии с вашими друзьями, которые были все эти работники. Самое важное, что они не доживали пинтилии в Романии. Они дадут в пащапор ка су плеце втара, чтобы работать в другую часть. Почему вы думаете, что не и не доживали? Вы были так и умудры, и inventивы, и вы были так и очень сильно. Да, вы были очень сильно. Это был умный, который был умный, который сказал право. И, в этом случае, был у него, был урожен, урожен. Это было огромное, огромное, огромное. У меня закончили вопрос и ответы. Сказали, когда 20 лет назад, что, повторяю, если этот спектакль и продолжение, это означает о революции в театру романской. Знаете, для нас все, которые работали с ним, и не только для тех, которые работали с ним, но и для тех, которые смотрели в театру, что он поставил, так как он был в стране. Это было бы не так, это было бы не так, это было бы не так, что, это было бы не так, но после этого было бы не так, И это не комод, чтобы дать Луциан Пинтиле, чем с его держать в стране. И он был очень комод. И я помню, что мне рассказывал, что они были на преддал, и, в моментае, у него был боецел, который дал Луциану что-то ровно. И он был пащапорт. И он спросил его, и он сказал, да. Субтитры создавал DimaTorzok и что они хотели того, что они хотели, что они хотели, что они хотели. Это только что он сможет, чтобы он выглядит, как и романтий, выраженный, интересный вид вести Стулой. Я не знаю, что это было в минуле, и я не знаю, как они сделали это. Я знаю, что это зашлое всем миром, и даже те, как и артисти, которые работали в период этого и были в праку региума. Наверное, что и они были уничтожены от Луциана Пинтилия. Ва бантуй в раклипе гандул, что он был, как-то, как-то, донунтат в интернете, работал в интернете? Да, что это может быть. Используя двумя человек, который не ухватил, уже не поддерживают аура. Как как-то коверна такой сверху, с которым, если вы минули, не можешь продолжать с тем, не можешь не разрешать. Абертизминь, возглавляя Гратиону, о которой мы говорим еще больше прошли, Это произошло, раз или два раза, когда мы были в Пащи и в Крэчуне вместе. Мы были в стране, мы были вовремя, когда мы были вовремя. И Клодия и мы приглашали их. Я делаю здесь, по-моему, потому что есть множество друзей и молодые, которые не знают, что, под этим пременомом, Клодия, в самом деле, очень большая артистка, Клодия Бертола. И даже дам Ребенчук у меня было удивительно, и мне сказали, что когда я был 14 лет, я был радащит от нее. И мне было вдохновляться в эту отличие с двойной главной режиссией в России, и с Чулеи, и с Luciан Пинтилей. Ира у боема discretа, ка са зик аша, и ни дунеа востре на аѣи ворбит десре аста, декат ун сфер де веак май тарзиу, канд аѣи примит де ла Клодия Бертола aceа... Трусса де махиаја. Трусса де махиаја. Ирина Михујт, ду лупта май департе. Трусса де махиаја, ја аѣи ест, аѣа аѣи 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 луат-о, аѣи аѣи даѣи 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 даѣи. У пойд dellіна Патричиа аѣи па што је ёкаја пакђа сме ёке дадата Ѣси ёс Goјјаја јо каја ја, даѣи пијаја, ја ја јам јаll 데ја јаѣкаје, јаъч, јаја јаја јо јаја јам љејо јо кајаји, И она решила, что она решила, что она была в приза, и она была вверху на дачу. И я иду. И я иду. «Гина, репарай-то канала, потому что в мире все осталось на канала твоей лечки». Вы думаете, вовремя, что вы выходите из Романии? Вы не можете сделать профессию очень хорошо в языке, которую вы не знаете. Мы пытались. И я знаю, что мы думали на пронунтие, а не на ситуацию, когда мы говорим в другую лимбу. Но это единственное время, когда мы сделали фигурации, это было после революции, когда Театру Буландры уехал с Хамлет на Лондра, с Карамитру в роли в основном, для Мажеста Театру Буландры, и за то, что Фамилия Регал. И, в конце концов, когда мы вышли на плаузе, уехал из пауза из пауза из пауза, и, в конце концов, не знали об этом? Ну, 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 ну. После этого, мы познакомились с Регей Михаи, с Регина Анна, и с принципицы, которые пришли на сцену, с Регей Михаи, и, в конце концов, это, в конце концов, это, в конце концов, это, в конце концов, это, в конце концов, Игорь Михаи, Для тех, кто видел «Умбре», в рейтинге, в рейтинге, Влад Христache, режиссер тэнер, это так чудесно, что происходит с вами и мастером Ребенчук, что все люди, вновь-вновь-вновь, думают, что этот flux реплицией, которые получают огромное любовь, которые, вновь-вновь, как правило, не мы, но мы, 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 что мы, 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 Я счастлива за годы, потому что он очень огромный actor. И я всегда не могу научиться от него. Прочисто, это мотаса, которая в которой у меня были две сады, просто. Кателина Бузеяна спросила как они живут вместе. Да, это может быть. Может, мистерство стоит в том, что каждый, в частности, вы знаете, еще что-то admire. Это очень большой подарок. Вы можете слушать человека и что-то и обмирать. Правда, что я никогда не обиделся ниже, 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 ниже. Я обиделся другим качествам. Мы не конкурировали. Мы были два коллеги на сцене. Престе раму унисорб се ашезасе домнол корб, цииндин плис о букатах че овава фуратах. Вулпеа, хум л-а умиросит, суба цел сорб, овенит, и, в сус, и, в сус, и, в сус, и, в сус, и, в сус... 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 для того, что он вернулся. А то... ...корбул... ...рущенат... ...журал... ...как минчуни... ...каке ле... ...каке ле... ...каке ле... ...каке ле... ...каке... ...каке ле... ...каке ле... ...каке Ливиу Чулеи... ...в-а дистрибует... ...н пъдуреа спанзуратилор... ...erați инка студенте на ану 4, да? Да. Дечи, в 65, Викторе Бенчук... ...era...deја у нуме. Порнеаѣи... ...кумва, де фоорте сус. На фаст о проблеме... ...со...со...со...со...со...со... ...со...со...со...со...со...со...со...со... ...ско invece второй MIТОЛОГИ... ... ''ц 어떻게 переши Bareу Тетој2 С complicado даје ёieldат вина c lined ТујиѣуѣуѣуѢуѓуѣуѣуѣуѣуђуѣуѣуѣуђуѣуѣуоѣуѢуѣуѣуѣуѣуѣуѢуѣуѣуёуѣуѣуѣуѓуѣуѣуѣуђіѐуѣуѣуѣуѣуѣуѣуѣуѣуѣуь. И он любит так много театру, он был первый, который был в театру, и последний, который был в театру. И Victor, он знал достаточно хорошо. Использовался с этим. И это последний титан, который был в этой гардой лады, последний, который был партнер из сцене. Да. И он был так довольным. Что это означает, что этот жизнер. Это театру. Якуна-то выполнял, который требовал хорошо. kind of трудно. Он выивız, владел курицам, сидел курицу, и он подкитал на театру Буландра. Онを чувствую, когда государственник Беллиган в театру, и Василий Катасгаман а припера что-то седук а уферит очень ужасно это новое для меня они, они они, они они, они 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 вы сказали это они, и я иду вновь, 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 к ганду на ваших детей который сегодня и архитект. Я всегда была очень удивлена, как вы могли, чтобы вы были и мамы, и бабы, и бабы по сцене, и в общественной жизни. Я не знаю, что я была и у мамы perfectа, и у бабы perfectа, потому что я имею в виду, что я имею в виду, и я люблю и люблю, и очень сильно люблю моя семья, и я с удовольствием с моей семьей. И я счастлива, когда они и у меня есть время для родителей и родителей. Я ведусь к друзьям, когда я закончил с друзьями, я была только в революции, у Клоди Бертола, у Луцаря Питиле, но и остальные. И еще Леопольдина Белануц, и у тебя есть социт, он стал иметьacional, и у него есть премиум, и он получил в религию, в пиесе Леопопеску, в котором я видел два времени, потому что так много мне понравилось, что три в «О батисты» в Дунэре, потому что, пока не верит. И Реги Лили л Rex лоу, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Film, eseu și proza. Prezența ei era, pentru că a dispărut dintre noi în 2018, una așteptată, un adevărat eveniment. De fiecare dată surprindea prin inovația ideii și a varietății uluitoare de exprimare. Fiecare expoziție era o lucrare în sine, ghidată printr-un scenariu și o regia ale expunerii, ce ilustrau o lucrare de mari proporții. Fiecare detaliu era elaborat în atelier după un scenariu foarte strict. O prezență discretă și puternică în același timp, care, poate fără să vrea, a influențat generații de artiști, un model și un mentor pentru multe alte nume de femei artisti care au astăzi un loc bine definit în plastica românească. La cei peste 90 de ani, Geta Brătescu sfida limitele, urmărind zilnic același program drastic de lucru, cu o disciplină îndărătnică ce a caracterizat-o întreaga viață. Niciodată n-am lucrat ca să răspund unei mode, spunea Geta Brătescu, una dintre puținele personalități culturale din România, sărbătorită pe pagina Google. Este povestea unei artiste care a scăpat din comunism prin muncă și pasiune. Am spus Paul Gerasim și dumneavoastră vă puteți opri aici sau puteți adăuga în buzonalul cu prieteni pe oricine altcineva veți mai dori. Emil Bota. Da, ce alegere bună, da, desigur. Dar ne-a fost un foarte, foarte bun prieten, minunat prieten, ne-a făcut această onoare. Toată lumea se mira când spuneam, dar ce discuți tu cu domnul Bota? Da, nu discut, râd, pentru că el povestește și eu râd și spune lucruri atât de amuzante încât... Așadar, era un cozăr, cum am aflat, un bon vivăr ca nimeni altul. Se simțea bine, probabil, că avea un ascultător care râdea cum râdeam eu. Dar, într-adevăr, spunea niște lucruri atât de amuzante și atât de... De pildă, a spus o mică răutate, acum pot să o spun. Au trecut încât era și din alt secol. Așa e. Mica răutate pe care domnul Bota mi-a povestit-o la telefon. Domnul Bicei dădea telefon seara, târziu, după spectacol și noi stăteam, Victor, se ducea să se culce dacă erau bostit și eu stăteam cu domnul Bota mi-e, hâhâiam la telefon, eu mă hâhâiam. Și povestea că doamna Buzescu avea o blană, un vizon care era de culoare deschisă, un gri foarte, foarte deschis și... Și din cauza asta merge tot timpul pe la umbră. Pe la umbră? Da, dar să nu se strice vizonul. Mă fac. Da-i cum să nu fii amuzantă, o și le dai pe doamna Buzescu, căutând umbrele. Nici măcar n-am știut că vizonul se strică la soare. Dar nici eu n-am știut. Și îmi și închipui, dacă nu cumva o fi fost aici o ironie subtilă al lui Emil Bota. Nu poate să fi fost cealaltă. Și dintr-o dată ne gândim și noi două și se va fi gândit și el cum o doamnă elegantă alerga să caute umbra iarna. Da, colosal. În felul ăsta am înțeles ce important era și râsul pentru dumneavoastră într-o epocă în care se râdea tot mai puțin. Da. Când v-a apăsat lipsa râsului? M-am gândit adesea cum a fost 89 pentru dumneavoastră. Erați la Cluj împreună cu domnul Rebenciuc și fiul dumneavoastră adolescent acasă. Am auzit și această poveste. Da. Întunecată cumva pentru că s-a dus să apere televiziunea română și n-ați știut asta decât mult mai târziu. Aveam impresia că e vorba de marea, marea, marea noastră eliberare a tuturor. Că vom începe așa cum ne imaginăm paradisul. Așa va începe o epocă în care noi vom fi niște oameni foarte liberi și foarte fericiți. Și se vor întâmpla lucruri în sfârșit minunate, lucruri pe care țara asta și poporul ăsta le merită. Sunteți dezamăgită? Profund. Astăzi? Profund. Și această profunzime a deznădejdii o vindecați cum? Cu regele moare sau cu să mă îngropați pe după plintă sau cu nepotul Mircea sau cum? Care este antidotul pentru dezamăgirea asta? Antidotului este tot profesia. Acolo este și salvarea și rațiunea de a exista. Pentru că nu știu să fac altceva și nici cred că e cam târziu să mă apuc de altceva. Vă cer o definiție personală a teatrului așa cum l-ați făcut dumneavoastră. Nu, încă... Încă n-am o definiție. E flux. Mă bucur că n-aveți, pentru că de vreme ce nu aveți înseamnă că sunteți în larg, aveți zarea în față. Nu e gata, mai aveți de mers. Sper din tot sufletul să mai am puterea să merg. Dar această profesie pentru mine este imersul noroc. Că am putut să fac lucrul ăsta, că am întâlnit oamenii pe care i-am întâlnit, că am avut parteneri și că am întâlnit cei mai mari regizori din țara asta, aproape toți. Unele spectacole au și ieșit bine, au muncit cu mare plăcere și cu mare bucurie și cu mare chin, totodată. Dar mi-a adus mari satisfacții. Vindecă teatrul doamnă Marianu Mihuț? Da. Poate vindește. Ne ține deasupra apei pe toți? Nu, nu pe toți. Nu chiar pe toți. Dar câteodată găsești niște răspunsuri la întrebări de o viață și pe care ți le pui toată viața. De vindecați, câteodată vindecă, câteodată îmbolnăvește. E ca o îndrăgostire, simt eu, din ce mi-ați spus. Este. Cum v-a ajutat teatrul? Pentru că v-a ajutat să nu faceți compromisuri de niciun fel. Nu v-am văzut în niciun fel de spectacol de propagandă. Nu v-am văzut glorificând niciun potentat al zilei. Nu v-am văzut alergând după iluzii ale puterii, ale averii, ale celebrității. Ei gândesc că pentru asta e nevoie de o mare tărie, de fapt. Cum ați găsit-o? De fapt, tot profesia mea m-a ajutat să nu fiu niciodată membra unui partid, să nu depind de modă. Am avut norocul să întâlnesc cu oameni care au crezut în mine și care m-au distribuit în niște piese atât de diferite și atât de grele și atât de extraordinare. Pur și simplu, m-am făcut profesional. Poate e greu din sutele de personaje pe care le-ați făcut și în film și în teatru și la radio și la televiziune să alegeți unul care vă definește, dar încerc. Poate că e vorba de vreun rol pe care, reluându-l, l-ați retrăit altfel. Mă gândesc la un lucru, la rezonanța rolului din piesa lui Ionescu, de pildă, pe care l-ați trăit într-un fel acum 10-15 ani și cu totul altfel săptămâna trecută pe Scena Naționalului. La el mă gândeam și eu. E un alt spectacol și cred că este mai aproape de ce voia Ionescu decât la premiera. Ionescu care spune așa, suntem niște burii bunzi, cărora le e frică de moarte. Eu cred că doar niște actori atât de mari ca dumneavoastră și ca maestrul Rebenciuc pot să înțeleagă rezonanța ascunsă a acestei mărturisiri a lui Ionescu. Din nefericire, pandemia asta a pus în valoare acest spectacol care are un text extraordinar și în care noi credem din ce în ce mai mult. Nu vă mai cer decât o replică sau un vers sau un gând în așa fel încât v-am pasat dumneavoastră încheierea micului dejun de astăzi cu o frază sau cu un gest sau poate chiar cu o tăcere. Nu știu ce veți alege. Da, și eu mă întreb ce aș putea să aleg. Hai să tăcem. Să tăcem atunci. Vă mulțumesc pentru astăzi mult de tot. Și eu. Vă mulțumesc. Să avem un Crăciun cu bine. Mulțumesc. Doamne ajută.